От героев былых времён Не осталось порой имён Те, кто приняли смертный бой Стали просто землёй, травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердце... Вижу, если можно сказать-то, Пускали такой слух Что вот придут немцы, колхозников будут вешать В 1932 году организовали колхоз 50 домов в деревне И каждый дом был член колхозного двора Вот это нас спасло от голода Когда у нас до сих пор, говорят, Сталин не готовил страну к войне Сталин не готовил к войне Вообще-то брехня А мы же знали, мы же знали В этой войне-то, там граница недалеко Ведь там строились дороги Всё укреплялось, всё готовилось Когда дорогу ведут-то, говорят, это что вот танки прошли-то, всё, война будет-то В 1935 году парашютную вышку создали Военная подготовка была хорошая Нас учили и тактики, и оружие мы изучали Пулемёт Максим Ох, сложно разбирать, который-то Максим-то Зато стрелять хорошо А я ещё успел поработать на свинцовом заводе А вот весна наступит, понимаешь, кто будет землю пахать, кто будет хлеб сеять, что будет армии кушать, что будем мы кушать Вот с 1 мая и по ноябрь месяц работал механизатор Без рабочих вы тоже, мне важно, всегда вот такая боевая была-то В октябре 1938 года был призван в советскую армию на Дальний Восток Второй отдельный мотопонтонный мостовой полк Молотов выступает, война началась-то 23 июня, не 22, а 23, потому что, наверное, во-первых, разница во времени, в часовых поездах А во-вторых, наверное, здесь в Москве не до Дальнего Востока было, сами понимаете, обстановка какая была Ну пошли в военкомат И мы решили, вот наш факультет полностью, литературный факультет, очень хорошо, быстро поддержал-то литераторы-то Они стали как бы организатором-то Нас собралось человек 200 с лишним Пошли в военкомат, требуем отправки на фронт Требуем отправки, целый митинг там провели Меня призвали защищать Москву Пять стрелковых дивизий участвовали в защите Москвы Пять стрелковых, одна моторизованная и одна танка В 41-м году, да, когда немцы уже подходили к нару по Минску Такое было единодушие, в том числе и у меня Я был в полной готовности в любой момент Если бы мне тут же сказали, что вот формируется бригада или там группа И вы туда поедете, значит, я именно это бы и сделал Пришли, все согласовали с родственниками, с родителями Мы говорим, да, да, поворачься к нему Товарищ майор, вот ваша рота Вот этот лейтенант смотрит на меня Японский бог, какие там пошли, пошли, набрали А этот парень на дело похожий, деревенский парень Он меня берет сзади, толкнул и говорит Догоняй, старай в середину, чтобы не вытащили меня И запел, меня поддержали, думаю, теперь все, уже меня Все заявляли, что я готов хоть завтра отправить на фронт И нам всем говорили, что да, это хорошо Но не забывайте, что рядом за Амуром Императорская Квантурская Армия Японии Бутылки там сложены, эти бутылочки все Одна в одну, там такие хорошенькие бутылочки Коктейль Молотова, зажигательные бутылки Каждому по две Получай на передний край Получай на передний край И мы на весь передний край Кан-Току-Эн Танки пошли В переводе означает особые маневры Квантурской Армии Мы забрасывали, горели танки Они идут, идут Когда заходят у собой, вышло пять человек Туда поползли А это мы, нет, это к немцам поползли-то Я не поеду сдаваться-то Так, чтобы не болтались, офицеры Направил на переправу То есть учиться и посмотреть, как делают переправу Идет кусок В зеленой фуражке Пограничник Со мной пойдешь? Я говорю, пойду, конечно, пойду-то Командир полка сказал Вот там-то, там-то, понимаешь, сбор Туда идти нужно Мне не сказал, что, значит, я должен Готовить, а что мне готовиться? Весь мешок взял и пошел Он собирал небольшую команду Для работы в тылу Надо было, во-первых, вынести знамя Это то самое местечко, где, по-вторых, немцы Разбомбили нашу воинскую часть То есть первую ночь И вышли мы к Туле Нигде нас никто не засек-то Там трехэтажные дома стояли Трех-четырехэтажные Вот они там лупили поедем Домам, по-вторых, бомбили На крышах уже вот такие деревья выросли Подходим, станция разбита Полностью уничтожена Догорает последняя дома У меня завод был семь человек Я принял А нужно не сели, а тридцать Получал я, молодежь Последний призыв был Двадцать шестой год Вот, ваше место было бы здесь Если бы вы пошли, сели на поезд Поезд этот разбомбили Все, и вы там погибли А так вот, хоть живые-то остались-то Бывшие фронтовики Закончили курсы трехмесячные И вот они, значит, там командовали Кто вот и кто взводов Мистер Шмидт Заметил гад Развернулся и начал поливать Совершили налет Большое количество самолетов Ну, там некоторые подразделения Уже выдвинулись Из леса Так, лесочек там Выдвинулись на открытое место Окопчики накопали И вот они эти лупили Самолетов Крупнокалиберными Мы уже готовы были в землю Весть Строчит по нас Раз прошелся Вызвали на штыковую А нужно было прилично идти Только хотели подняться А он развернулся И все Все боеприпасы расходовал Махнул И влетел Надо идти В штыковую Ну, у нас, ребята Станковые пулеметы Два станковых пулемета Уже предусмотрел Командир роты Вот Они там стояли поблизости И не было их видно Очень умно И хорошо сработано Политрук скомандовал Встать Мы встали Все 19 человек У меня взвод пошел А там еще идут И по мне открыли огонь Ну, снайперы, наверное, такие были, что Не то, что надо Вот Просьба Конечно Наших союзников А также В интересах К обеспечению Своей собственной Безопасности Он дал согласие Что После капитуляции Фашистской Германии Советский Союз Вступит в войну Чтобы обеспечить И наши Дальневосточные Рубежи Учитывая Вот Агрессивные Значит Поползновения Все это Милитаристской На Хасане Я сейчас вспомнил На Хасане еще было диверсия Значит Сначала КВЖД Потом Хасан Потом Холхингол В армии Приказы не обсуждаются Смотрю маленькая мина Пролетела меня Метра два-три От меня Упала Я думаю Ну, бог с ней Я не буду подниматься И убегать в сторону Вот когда потом Там 600 тысяч Брали в плен А они говорят У нас нет пленных Потому что У них Они настолько Фанатично воспитаны были Что он должен Обязательно был Сделать себе Харакири Ну, на фронт Выезжал-то Еще несколько раз-то Снайперов готовили Со снайперами На фронт Выезжал-то Снаряд Разорвался Около пушки Стекла зазвенели И осколки полетели И меня вот Как раз ранило У них был в плен Взятых 148 генералов И 600 тысяч Японских солдат Снайперами Снайперами